сегодня у меня уже был ролик по поводу награждения ники там высказался режиссер александр сокуров кстати и и не транслировать по первому каналу но собственно говоря неудивительно как и все подобные вещи потому что там высказываются слова против режима против того что происходит само собой об этом не будет донесено большинству ну вот три высказывания которые были сказаны во время церемонии вручения которые я хотел бы зачитать просто для того чтобы люди знали о чем говорят эти люди с большой сцены первый это виталий манский который снял фильм в лучах солнца о северной корее вот что он сказал когда ему вручили его приз меня часто спрашивают я все-таки был в северной корее похожи ли они на нас на россию сегодняшнюю и я отвечаю нет не похоже я вижу как елей растекаются у вопрошающего ну все нормально мы не такие да действительно в северной корее абсолютно нет свободы абсолютно нет смысла жизни это самый жестокий и беспощадный даже не эксперимент а какое-то преступление перед человечеством да мы еще не такие но им в северной корее такая страна досталась они родились в ней приняли ее такой они ее не могут изменить а мы-то друзья мои нашу страну сами просрали понимаете в чем дело мы никто за нас этого не делал и поэтому конечно мы не такие как в северной корее мы значительно хуже спасибо алексей красовский интересно сколько сидящих зале сегодня имеет день рождения или сколько будут праздновать день рождения завтра к чему я все это говорю 26 марта за нашу и вашу свободу вышли люди на митинг и очень многие сотни из них были задержаны столько людей сколько было задержанных это приблизительно в два раза больше чем сидит людей в этом зале представляете теперь да и многие из них получили уже сроки не маленькие или маленькие этого мы пока не знаем даже от пяти до двадцати пяти суток я думаю не каждый из нас хотел бы провести в тюрьме кому-то возможно эти сроки продлят и они встретят как вы понимаете свой день рождения не у себя дома и мне бы очень хотелось пользуюсь вот этим извините моментом попросить вас дорогие коллеги ветераны уважаемые авторитетные люди использовать свою власть над умами над чувствами людей для того чтобы как-то изменить людей этих судьбу этих людей потому что они наши и ваши зрители я хочу чтобы что-то наконец-то в их и в нашей жизни изменилось елена коренева так как я играла мать оппозиционера я хочу сказать буквально два слова у нас список политзаключенных насчитывается где-то в районе 100 человек он возможно будет пополняться я назову всего три имени это олег сенцов наш коллега украинский режиссер который получил паспорт российского гражданина против своей воли и желания и был за это осужден на 20 лет тюрьмы за паспорт и отбывает теперь срок в якутии второй сергей мохнаткин пожилой человек с переломом спины который впервые вышел на площадь 31 числа 2012 года он защитил женщину от побоев полицейского который нападал на нее и тащил ее в автозак за это его схватили и он получил тюремный срок к сожалению надолго третий человек это брат алексея навального олег навальный который сидит в одиночке по повторному удо не получил свободу из-за 11 не погашенных нарушений а знаете что за нарушение ему приписывают одно из них например типичная он снял верхнюю куртку или кофту занимаясь зарядкой в своей камере а это запрещено я повторяю что я говорю это больше для себя и мы не можем и помочь но мы должны знать что это происходит если в стране осужденному дают новое наказание за то что он снял кофту если в стране культурные деятели не имеют права открыто говорить о своих проблемах если в стране трансляцию награждения известного приза не показывают по телевизору просто потому что кто-то говорит правильные слова эта страна господа находится фашистском режиме хотите вы это принять или нет но это на самом деле так и самое главное то о чем многие не задумываются фашистские режимы сами по себе не уходят он не растворится завтра он не исчезнет послезавтра это режимы которые уходят только в борьбе и 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